Встреча с Михаилом Александровичем Встреча с Михаилом Александровичем Сейчас все видят, что покрытие совершенно иное И несмотря на погоду, человек будет уверенно себя чувствовать на своих ногах До этого было страшновато, особенно исходя из тех перепадов Температура, которая в Саратовской области бывает У нас четко выражена и зима, и весна, и лето, и осень И поэтому вот эти перепады, они бы привели точно к травмам Что мы не можем допустить Поэтому давайте оценим, посмотрим Александрович, вы как основной здесь заказчик этого комплекса Гораздо лучше, конечно Гораздо увереннее мы себя чувствуем Это важно Александр Ильич, все здесь материалы Металлические конструкции Волгоград Все пункты, которые мы накрыли, это Саратов Здесь мы дальше Волгограда и Саратова никуда не уходим Спасибо большое А у вас тестирование предполагает то, что задержка, задержка, задержка Да, отработка, как происходит задержка Как работает истеча, что происходит с пассажиром То есть все сценарии мы должны с персоналом проиграть То есть все-таки вы проигрываете позитивный сценарий Их тоже, но не негативных надо сносить Потому что мы как сервис на них поймаем основное количество проблем Задачу перед собой ставьте другую, не задержка Наша задача, чтобы пассажиры задержки не заметили Что тут далось на совещании? На совещании обсуждалась подготовка сдачи аэропортового комплекса Видите, насколько он огромен И необходимо было обсудить как вопросы доставки пассажиров Так и готовность персонала, готовность терминала принимать пассажиров Поэтому мы прошлись по всему спектру возможных тем Которые требуют контроля и в случае неготовности Поиска решений, оказания поддержки Мы с вами сегодня посмотрели новый перрон Говорили о развитии перевозок железной дорогой Использование электрички И видим, что многое зависит от нас Потому что с последней встречи многое поменялось Поменялась конструкция перрона Изменилась сама платформа Она стала более комфортной для пассажиров Потому что прежняя была металлическая И в случае изменения погодных условий Налит могла появиться И это все было небезопасно Вместе с этим рассмотрели вопросы развития И отдать должное компании российской железной дороге В планах в течение двух-трех лет реализовать проект Который позволит уже пассажирам пребывать ближе к терминалу Но что самое главное Сделает более комфортным перемещение от электрички до терминала Это будет уже закрытый рукав Где внутри пассажира будет возможность воспользоваться траволатором Либо самому добираться по поверхности Ровной, защищенной от разных условий В том числе непогоды И это добавит комфорт, добавит настроение Губернатор рассказал Решение вопросов, связанных с строительством автодороги Южного подхода Строительство завершено И сегодня Южный подход обеспечит сокращенный маршрут На 20 километров ближе будет добираться Жителям города Саратов Потому что в первую очередь он завязан Этот маршрут Именно на Саратов Что касается северного маршрута Губернатор построен ранее Он обеспечит доставку пассажиров С Больска Палашова С этих направлений Мы когда говорим о южном подходе Нельзя останавливаться на сделанном Необходимо заказывать проект Перехода через железную дорогу В автомобильную В районе Дубков Потому что Если только Поезд будет проходить Возможно пробки Это чревато опозданием На самолет Нам важно И этот аспект рассчитать И Завершается Подготовка Сдачи в эксплуатацию В течение буквально Трех дней Маршрута Волги Это Стало возможным Уже В ходе Реализации Проекта В течение Текущего года Потому что Раньше не предусматривался Этот маршрут И вид транспорта Угодный Но Изучив В том числе Приоритеты И Преимущества Местоположения Аэропорта Гагарин Все сошлись Во мнении Что правильно Было бы Использовать Волгу Как Транспортную Артерию Возможность Для Туристов Сразу Ехать на отдых Кто отдыхает На Волге А тот Кто Хотел бы Добраться До Саратова До Энгельса По Волге Такую Возможность Обеспечит И Пристань И Те суда Которые Будут Эксплуатироваться При поддержке Правительства Саратской области И здесь Необходимо Отдать должное Губернатору То, что Он оперативно Нашел решение Этим вопросом 20 августа Начнется Работа Работовым Комплексом Гагарин Уже в рабочем режиме 18-го Состоится Первый Тестовый Полет Технический Полет И Многие Желающие Смогут Воспользоваться Этой Возможностью У всех Есть уверенность Что Аэропортовый Комплекс В ближайшее Время Примет Пассажироваться Мы с вами Ждали Строительство Аэропорта Очень долго В 80-х годах В планах Было Его строительство Но затем События Происходящие В стране Кризисы Не позволили Это сделать И Только Вот Буквально Несколько лет Назад Это решение Было Реализовано Благодаря поддержке Нашего президента Владимира Владимировича Путина Именно к президенту В 2012 Году Мы обратились С просьбой Поддержать решение О строительстве Аэропорта Саратов Причем Это Аэропорт Международный Аэропорт Который В отличие от Предыдущего Обладает Всеми Необходимыми Возможностями Для того Чтобы Обеспечить Комфорт Для пассажиров Продолжение следует... Продолжение следует...